Уже больше месяца, как живут без работающих лифтов, жители одной из многоэтажек в Твери. Каждый день обитатели дома спускаются и поднимаются по лестницам. Естественно, в том числе и обитатели верхних этажей. Как-то неудивительно, но на сей раз причина не в бездействии управляющей компании. Дом номер 39 по переулку Трудолюбия построен в конце 80-х. Соответственно, и лифтам уже почти 35 лет. Логично, что все сроки эксплуатации вышли. И настало время замены на новые. По словам директора управляющей компании, еще в сентябре они договорились с производителем о рассрочке. Благодаря чему платежи граждан вырастут не так сильно, как могли бы. Грубо говоря, в среднем квартира платила 100 рублей, то она бы стала платить, например, 170 рублей. Ой, ну да, 170 рублей. То есть увеличение было совершенно небольшое. Для трехкомнатных квартир. Для однокомнатных там вообще рублей 60, если не 50. Это вместе? Это вместе. Рассрочка предлагалась им на 5 лет. То есть, как только собрание жильцов приняло бы положительное решение, то производитель лифтов сразу бы получил 30-ти процентный аванс. И до нового года лестницы в многоэтажке снова бы опустили. А нет. Ни с первого, ни со второго раза к воруму собрать не удалось. Несколько раз устанавливали дату общего собрания во дворе, но большая часть жильцов не приходила, насколько я знаю, потому что это было рабочее время или что-то подобное. Не все были просто уведомлены об этом. В итоге, в начале декабря управляющей компанией пришлось из соображения безопасности отключить эти старые лифты. Обитатели дома, особенно пожилого возраста, начали ощущать себя альпинистами, поднимающимися на Эверест. Я живу с бабушкой. Бабушке тяжеловато подниматься с покупками, с пакетами. У нас еще в соседнем подъезде ремонт. Тоже квартира есть. Когда проводится ремонт, нужно таскать постоянно вещь тяжелая. Неудобно. Нужен лифт. Ситуация сдвинулась с мертвой точки лишь под Новый год. На последнем собрании большинство жильцов все-таки одобрило модернизацию лифтов. И, по словам директора управляющей компании, в этих шахтах снова зашумят стальные канаты и лебедки. Руководитель УК до сих пор не может объяснить ни пассивность жильцов, ни причину столь резкой перемены в их настроениях. Для меня это непонятно. Просто проигнорировать, поставить в бумажке подпись, или, грубо говоря, о том, что кто-то деньги украдет, так это деньги, они целевые. То есть их вообще взять невозможно без решения собрания собственников. Их никто никуда никому не даст. И они пойдут целевым направлением именно на замену этого общего домового имущества. Новые лифты должны установить до конца февраля. Так что приблизительно в течение еще 40 дней жителям дома придется ощущать себя альпинистами, проклиная изобретателям многоэтажек, а также свою пассивность.